Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-й чемпионка мира по шахматам Александр Костенюк. И расскажу вам о том, как складывались полуфиналы супертурнира AirSings Masters 24 февраля 2022 года. В первом полуфинале действующий чемпион мира Магнус Карлсон обыграл Владислава Артемьева. Во втором полуфинале Ян Непомничий взял верх на Андрея Исипенко. И во втором полуфиналах победителям хватило для оформления выхода в финал трех партий. Давайте посмотрим и разберем ключевые моменты этих матчей. Итак, полуфинал номер один. Магнус Карлсон боролся с Владиславом Артемьевым, но борьбы не получилось. Так сложилось, что уже в первой партии Владислав потерпел поражение, а во второй партии, несмотря на ожесточенную борьбу, также проиграл белыми фигурами. Ну и третья партия завершилась в ничью. Давайте посмотрим, что же стало ключевым моментом первой партии, которую проиграл Владислав. Было разыграно английское начало. Вот такое вот с фианкетто, как со стороны белых, так и со стороны черных. Так, е3, конь f6, конь g2, 0, 0, 0, 0, d6, d4. Белые чуть активнее в центре, захватили центр, но позиция оставалась примерно равной, напряженной. И перематываем события до ключевого момента. c6, слоны f4, d5, c5. Позиция на 13-м ходу вот такая вот создалась. Черные могли сыграть конь f5, могли пойти h6 или даже h5, чтобы обеспечить стоянку коня. И повторюсь, несмотря на то, что визуально кажется, что у белых больше пространства, и, соответственно, им чуть проще играть, на самом деле позиция не такая простая. И все должно было быть впереди, но черные пошли на разменную операцию. Возможно, они где-то просчитались, потому что они сыграли конь e4, отдали центральную пешку. Может быть, недооценили ход слон e4, d e, конь e4. Ну и здесь им следовало побить на h3, несмотря на то, что размен центральной пешки на крайнюю обычно порицается в шахматах. И в этой позиции у белых явный перевес после слона h3, конь d6, слон e5. Возможно, продолжение борьбы. Но черные, видимо, играя конь e4, надеялись здесь на ход конь f5 с контрударом на пешку d4 и коня на e4. Но выяснилось, что после спокойного хода конь 23, защищая коня, черным невыгодно брать пешку на d4. На ферзь бьет d4 следует конь f6. Такое простое опровержение. Вскрытый шаг теряется ладья. На конь бьет d4, слон g5. И если ферзь уходит, то следует конь f6. И тут вполне очевидно, что эти черные поля, слабые черные поля вокруг черного короля, черным не удастся удержать. Если на слон g5 попробовать перекрыть эту диагональ ходом f6, то следует конь f6. И черные поля также слабы, но еще и пешка лишняя у белых. Слон d4 также не помогает с едением слоном. Следует слон g5. И на ферзь d7 g4 выясняется, что фигуры черных должны отходить назад. Ну и белые вновь, вновь по черным полям залазят и получают решающий перевес. Поэтому, несмотря на длительные раздумья здесь, Владислав не нашел ничего лучшего, как сыграть слон e6. Тогда после слона e5 он остался без пешки. И эту пешку чемпион мира достаточно уверенно реализовал. Давайте посмотрим, что в этой партии случилось дальше. bc, слон g7, король g7, dc. Просто лишняя пешка на ферзь во фланге. Ход a5, наверное, лишь облегчает план белых. А именно белые прорываются и образуют проходную по линии c. Хотя еще у нас далеко до эншпиля. Но эта проходная, а также слабый король черных делает задачу белых еще проще. Слон d6, конь d6. Все, залезли белые кони в лагерь соперника. И через несколько ходов буквально черные признали свое поражение. Могли бы уже здесь, наверное, с чистой совестью сдаться. Потому что следует конь f5 на следующем ходу. И у белых уже три лишние пешки. Но зато выигранная позиция. Вот такие вот, да, маленькая тактика. Но такую тактику легко находить. И жертвовать фигуры в такой ситуации тоже несложно. c6, и здесь черные прекратили сопротивление. Угрожает ни много ни мало мат на d6 конем. Как я уже сказала, во второй партии этого матча Владислав также потерпел поражение. В третьей партии ничья. И со счетом 2,5, набрав 2,5 очка в трех партиях, Магнус Карлсон достаточно легко и убедительно вышел в финал. Переходим к освещению второго полуфинала между Яном Непомнящим и Андреем Есипенко. Несмотря на то, что второй матч также завершился за три партии. Два с половиной из трех набрал Ян Непомнящий. Но складывался этот матч гораздо более напряженно, чем полуфинал между Карлсоном и Артемьевым. И течение матча во многом предопределил момент, который вы видите на диаграмме. Белые только что сыграли ферзь c7 шаг. Белыми играет Ян Непомнящий. Черными играет Андрей Есипенко. И в этой партии белые фигуры в Метельшпиле застряли на королевском фланге. Черные были впереди на ферзьевом. И вот из-за этого, ввиду этих успешных операций, мы видим положение сейчас на диаграмме. Пешка b3 буквально через два хода станет ферзем. И осталось черным только проявить бдительность. Все-таки король их несколько раскрыт, ввиду того, что пешки как-то сдвинулись на целый ряд вперед. Но здесь черные должны были побеждать. После ферзь c7 шаг им оставалось сделать аккуратный ход королем. Отступить куда угодно, только не на g8. Только не в терновые кусты. Король h8, например, или даже король f8 должно было привести черных к победе. Однако последовала грубая ошибка король g8. И выяснилось после хода коня h5, что внезапно вместо того, чтобы выиграть в этой партии, черные должны проиграть. Угрожают матом белые ферзь g7, коня f6 неприятно грозит. Ферзь b7 было сыграно, но здесь проблема в том, что коня f6 следует, король h8 и ферзь e5. Выясняется, что на b2 белые могут просто проигнорировать эту угрозу b1 ферзь, забрать на d4. И после b1 ферзь пойти ладья d7, создавая матовые угрозы. И черным просто приходится очень много материала отдавать. Белые побеждают в этой позиции. Позиция из выигранной для черных внезапно стала проигранной, но партия все-таки завершилась мирным результатом. Смотрим, как это было. Конь c6, ферзь f4, g5. Продолжают белые создавать очень неприятные угрозы вокруг короля черных. Ферзь c7, g3, конь e5. Ладья c3. Такое вот отвлечение. Попытка отвлечь ферзя от защиты поля h7. Ферзь e7, конь d5. Ферзь g7. Ну и здесь белым оставалось сделать вот такой вот профилактический ход. Защитить пункт f2, сыграть король g2. С идеей на b2 пойти ладья c7. И здесь белые успевают перехватить пешку b, выиграть ее. И с двумя лишними пешками должны одержать победу. Однако последовала немедленная ладья c7. Белые зевнули или недооценили вот этот ход ладья f8, контрудар. И здесь ввиду того, что пешка на f2 провисает вот в том варианте, который я показывала раньше, где король стоял на g2 и защищал пешку f2. Здесь уже после ладья b7, конечно, последует ладья f2 шаг. И позиция не выигранная, а равная. Поэтому после ладья f8, после этого неприятного зевка, укола ладьей, белые не нашли ничего лучшего, как пойти ладья c8. Разменялись на f8, побили на d7. Ну и у черных вот такой вот вечный шаг, возможность спасти эту партию появилась. Ничья, очень много переживаний в этой партии. Но, видимо, упущенная возможность, упущенная победа подействовала на Андрея очень сильно. И во второй партии он потерпел досадное поражение. Причем, если смотреть, как развивалась эта партия, особенно по хронометражу, видно, что и белые, и черные играли очень быстро. Но черные в этой быстрой игре действовали гораздо более убедительно. Была разыграна так называемая закрытая испанская, где белые сразу d4 не проводят, а сначала сыграли d3. Но, тем не менее, им стоило в какой-то момент пойти d4, например, здесь на 14-м ходу, либо на 15-м ходу. Хотя здесь этот ход сделать сложнее, но вот такой вот пешечный квадрат мог возникнуть на доске. Скорее всего, это бы привело к взаимному истреблению пешек черных и белых и уравнению позиции. Но белые решили продолжать держать напряжение. Но черные тогда надвинулись в центре и на ферзевом фланге. Совершили вот такой вот стандартный подрыв цепочки пешечной белых в центре и перехватили инициативу. Однако позиция еще была в пределах равенства, в пределах такого баланса. Хотя белые явно защищались, но продолжали и белые, и черные играть очень быстро. И смотрим, к чему это привело. Конь d2, конь d5, конь g4, конь f4. Уже фигуры черных так вот серьезно поглядывают в сторону короля белых. f3, ладья а, d8, ферзь c2, ладья d3. Но можно было здесь еще играть, терпеть, бороться. Например, как-то пытаться подорвать ферзевый фланг, организовать контр-игру там. Может быть, потом сделать ход ферзь a2, прицепиться к пешке c4. Но последовало на ладья d3, на такую провокацию, вброс ладьи в лагерь белых. Последовал ход конь f2. И вот это уже грубая ошибка. Конь уходит с поля e4, открывает дорогу слону. И вот это напряжение на королевском фланге, фигуры черных, парят над позицией белых, приводит к тому, что после коня f2 в распоряжении черных имеется красивый тактический удар. Ладья бьет d2. И выясняется, что чем бы ни побили белые, ферзем, либо слоном, следует конь g2. И затем черный ферзь вместе с белопольным слоном черных создают просто матовую атаку белому королю. Последовало слон d2, конь g2, разрушая прикрытие перед королем белых. Ладья e4, пытается ладья стать грудью на защиту своего короля, но черные, конечно, не бьют ладью. Здесь гораздо важнее вот эта пешка. Ферзь бьет f3, последние парикады перед королем белых, разрушая. Ладья g4, h5. Ферзь g6, конь f4. Очень много грозит неприятного шахов и с последующими матовыми угрозами. Ну и ничего белые здесь не могут поделать. Ладья f4, e, слон f4, ладья e2. И ввиду того, что нельзя защититься от ладья бьет f2, вот такая вот матовая угроза, белые сдались. И Ян Непомнящий вышел вперед в этом матче, полтора на пол очка. Ну а в третьей партии, в третьей партии тоже была очень интересная борьба. Теоретическая дуэль в испанской партии. Соперники долгое время повторяли партию прошлогоднюю из-за тоже онлайн-турнира между Магнусом Карлсеном и Ливоном Ароняном. Тут длинная теоретическая дискуссия. Здесь вот новинка была применена. Место хода е, д, который в партии Карлсен Аронян последовал. Черные сыграли g4. Интересен ход и ферзь f6. После g4, hg слон g4, вот такая вот возникла позиция, которую компьютер оценивает достаточно хорошо для черных. Но опять же, это открытое положение короля и некоторая разбитость пешек черных на королевском фланге делают игру черных более сложной. Особенно, опять же, в условиях с ограниченным контролем времени. Слон е2, ферзь f6, конь c4, слон f3, слон f3, конь g5, конь g3, ed, конь d5. Вообще, белые стремятся спровоцировать черных вот на это взятие в центре с тем, чтобы пешка ушла с е5 и открыла дорогу как пешке е5, так и ослабила контроль над полем f4. Ферзь g7, слон g4, dc, черные съедают пешки, лишняя пешка пока у них, но здесь дело не в пешках, а вот как раз в той рыхлости позиции, которая наблюдается, конь e5. Слон e5 последовала, может быть, поторопились белые с этим взятия, может быть, нет. Ферзь e5, слон f5, и мы видим, что ферзь h5 уже нависает над позицией черных, очень неприятная угроза. И черным непросто здесь сражаться, хотя, опять же, всевидящее око указывает на возможность сыграть c6, игнорируя ход ферзь h5 ввиду вот такого вот сильного промежутка слона f2. И выясняется, что на короле f2 следует ферзь g3 шаг, и черные таким образом поддержали своего коня на g5, который, в свою очередь, держит пункт h7. А после короля f1 черные защищают коня на g5 ходом f6, но подчеркну, что ферзь g7 ход нигде невозможен ввиду вот такой симпатичной матовой конструкции, поэтому черные ходят f6, и у белых нет ничего лучшего, чем форсировать вечный шаг. Так что черным следовало прогнать коня, попытаться прогнать коня белых с поля d5 и найти вот этот контрудар слона f2. Эта партия могла бы завершиться в ничью, и тяжесть борьбы, тяжесть матча бы перенеслась на четвертую партию. Однако последовала ладья е8, но тогда белые залезают ферзем, они пошли в ферзь h5, ферзь g7 тоже интересен был бы ход. Ферзь h5, ферзь g7, король f1 здесь последовало, однако. Белые пытаются уйти вот из этого противостояния, неприятно стоять королем напротив ферзя, однако с линии g, с вертикали g они уходят на вертикаль f, где тоже, где тоже король белых стоит напротив тяжелой фигуры черных, и здесь черные могли бы этим воспользоваться и такой вот симпатичный ход ладья е6 сделать, пользуясь тем, что на слон е6 последует fe, и внезапно черные просто выигрывают конь под боем, а на отступление коня следует конь е4, и у черных решающая атака. Вот такая вот возможность симпатичная, такой ход ладья е6 не сделал Андрей Осипенко, сыграл здесь наконец-то c6, попытался прогнать коня белых, позиция остается очень сложной, напряженной ввиду таких вот необычных положений королей, но все-таки белый впереди, и позиция у них с перевесом, слон b8 последовала, здесь сильнейшим за белых было ладья е8, ладья е8, конь е6, очень много симпатичных тактических мотивов в этой партии, позиция, как я уже сказала, сложнейшая, но белые сыграли проще, они побили на h4, последовал такой вот размен, ладья а, d1, ферзь f6, ферзь g4, позиция упростилась, но вновь мы смотрим на королей здесь, и видим, что король черных менее обеспечен, чем его коллега, играть, соответственно, черным гаражно сложнее, ладья е8, ладья е8, и здесь следует ладья d5, стоит отметить, что Ян играл быстрее в этой партии, как часто бывает у него, чем его соперник, Андрей же уже на секундах защищался, и ладья d5 не точно, здесь белым следовало сыграть f3 вместо этого, после ладья d5 у черных был шанс сыграть в ничью, защититься в этой позиции, и опять же иметь возможность побороться дальше в матче, им надо было найти вот такой вот ход, ферзь h6, создавая угрозу мата, поэтому очень важно было белым сыграть f3, где-то своего короля обезопасить, но ферзь h6 ход замечен не был, здесь отмечу, что белым, чтобы защититься от мата, пришлось бы вот таким вот интересным образом менять фигуры, лишняя пешка пока у белых, но так как ладейные шпиля 2 на 1 ничейные, скорее всего, черным бы удалось здесь устоять, а в партии на секундах Андрей сделал ход конь e4, но здесь что-то, видимо, зевнул, последовала холодная ферзь e4, и выясняется, что на ладья e4 следует ладья d8, и черный король все-таки добираются до него белые фигуры, вот такая вот сложная партия, неоднозначная, как и весь матч, много было напряжения, эмоций, но верх взял Ян Непомнящий, он идет дальше, выходит в финал, и мы с нетерпением ждем повторения матча Карлсон Непомнящий, да, пусть не в классику пока, пусть не название чемпиона мира, но все-таки это противостояние недавних соперников матча на первенце мира, уверена. Будет нам интересно, будем смотреть, наблюдать, болеть, и ждите, ждите следующего видео обзора о рассказе, о том, как сложится, как сложится финал Карлсон Непомнящий, дежавю у нас сегодня такое небольшое состоится. На этом я заканчиваю свой обзор, не болейте, играйте в шахматы, и всего всем самого доброго!